Всем привет! Меня зовут Настя, и я рада видеть вас на своем канале, потому что сегодня я буду рассказывать о такой интересной и прекрасной теме и явлении в мире искусства, как международные ярмарки современного искусства. К идее создания этого видео меня побудили многочисленные вопросы от моих знакомых, друзей и родственников. Что это за мероприятие, где я бываю в последнее время? Чему надо там бывать? Чем это отличается от Бейнале? Почему туда нужно ходить туда? И вообще, куда лучше ходить? Очень много таких вопросов я получила за последнее время, и поэтому я решила снять для вас видео. Дело в том, что за последние несколько месяцев я бывала на разных международных ярмарках современного искусства в разных городах, и не в качестве гостя, а в качестве участника. Потому что моя профессия искусствоведа позволяет мне приобщаться к созданию подобных мероприятий. Поэтому я буду рада, если вы досмотрите это видео и, наконец-то, определите для себя, что это такое, хотите ли вы туда ходить. А также вы увидите подробный рассказ, который я вам сняла в процессе приготовления одной из таких ярмарок. Чтобы совсем не запутаться, я предлагаю начинать. Готовившись к этому видео, я решила фундаментально подойти к вопросу и изучила различных источников, в том числе в интернете, что же такое ярмарка. И знаете что? Всемогущий Google мне ничего не выдал. Ни на русском, ни на английских языках. Я нашла очень много информации про различные ярмарки во всем мире, сколько и очень много статей про единичные какие-то ярмарки, интервью с кураторами этой ярмарки, интервью с организаторами. Но одного определения, к сожалению, я не нашла. Уже определения в Википедии нет, на секундочку. Поэтому я решила своими словами, доступными, сформулировать вам, что же такое ярмарка современного искусства. Сначала я дам определение, выгодное для галерей, то есть участников. А потом объясню, что это такое для гостей, то есть для вас. Главное отличие ярмарки от выставки заключается в том, что на ярмарке вы можете приобрести произведение искусства, а на выставке нет. На данный момент в мире существует около 270 ярмарок современного искусства. Ярмарка – это событие, происходящее один раз в год и представляющее собой платформу для выгодного представления галерей, точнее, произведений художников, которые находятся в галерее. А точнее, галеристы могут показать лучшие произведения своих художников, которые находятся в базе галерей. И приобрести выгодный контакт коллекционеров, различных покупателей, а также новых посетителей. Другими словами, это очень выгодный пиар для галерей. А следовательно, пиар художников. Если рассматривать ярмарку от лица зрителя, то есть посетителя, то есть вашего лица, то это очень крутое мероприятие, уникальное событие, в отличие от других выставок, допустим, современного искусства или того же Бьеннале. Потому что вы можете увидеть галереи со всего мира. И ярмарки в основном, они международные. И то есть, если у вас нет возможности выехать за границу, вы можете прийти просто в одно какое-то место и посмотреть самые лучшие галереи со всего мира. А также немаловажным, даже главным фактором является то, что вы просвещаетесь и вы находитесь в контексте современного искусства. Вы знаете тенденции, вы знаете, вы можете определить лучших художников на свой вкус. То есть, вы начинаете ориентироваться в современном искусстве. И вот тут начинается самое интересное, потому что я сказала лучшие галереи, но лучшие галереи определяют жюри или организаторы той или иной ярмарки. Эти организаторы решают, что для них является лучшими галереями. То есть, посещая ту или иную ярмарку, вы в принципе понимаете вкус кураторов и организаторов той или иной ярмарки. Как я сказала в начале этого видео, мне выпала возможность побывать на трех ярмарках современного искусства в разных ролях. Первая ярмарка, где я побывала в качестве участника, это была Космосковь, которая проходила в Москве в гостином дворе. Я была там представителем от своего проекта Art Channel, который стал в этом году официальным медиапартнером Космосковь. Мы снимали ряд официальных видео для ярмарки. Вы можете посмотреть эти видео по ссылкам в комментариях, а также подписывайтесь обязательно на официальный канал Art Channel. Там есть очень много интересного. Далее я побывала на Международной ярмарке современного искусства в Вене. Вену Contemporary. Там я принимала участие в качестве ассистента-галериста. Об этом я расскажу далее. И совсем недавно в ноябре я побывала на Международной ярмарке современного искусства в Гамбурге, Affordable Art Fair, в качестве участника команды этой ярмарки. Теперь я детально вам расскажу о том, как готовится ярмарка современного искусства, точнее стенд-галереи, основание своего опыта участия в Венской ярмарке современного искусства. Как я сказала ранее, мне посчастливилось работать в галерее, в Knoll Gallery. Известно также не только в европейском сообществе, но и в российском сообществе. Я проработала несколько месяцев в этой галерее ассистентом. И полностью участвовала в процессе подготовки ярмарки. Как проходит подготовка? Итак, допустим, все эти договоренности с художниками, с агентами художников, это очень внутренно, достаточно не очень интересно для презентации этого на камеру. Так что скажу изначально то, что очень долгий процесс занимает планировка стенда. Отбор художников, отбор произведений искусства, установка цен на произведения искусства. После того, как сформирован стенд, согласовано все с художниками, согласованы все списки работ. Эти произведения искусства приводятся из разных запасников галереи, если таковые есть, или берутся из самой галереи, в хранилище. Когда все спланировано, просто ожидается неделя подготовки к ярмарке. За несколько дней до открытия ярмарки начинается самое интересное. Все галереи-участницы из разных уголков мира приезжают в одно место, где будет проходить эта ярмарка, и начинают формировать свои стенды. Это всегда очень интересно, познавательно, потому что некоторые галереи помогают друг другу, привозят произведения искусства, забирают, если они находятся в той или иной стране. И происходит вот этот обмен общением и так далее. Это происходит где-то неделю. Когда ярмарка, собственно, за этот период готовится? Ярмарка начинается готовиться за неделю, но галеристы приезжают за несколько дней. То есть это где-то 3-4 дня зависит от того, как организаторы решат снимать то или иное помещение, на сколько дней. Сейчас мою видеопрезентацию будут прерывать некоторые видео из прошлого, которые я записывала специально для этого видео. Это будет прямое включение из тех дней подготовки. Я заранее извиняюсь, потому что у меня там была лаборатория 38, так что не смотрите на меня. Просто слушайте. Ну что, всем привет из Маркс-Халли, где будет проходить ярмарка современного искусства в Яна-Контемпореве. Сегодня первый день. Сегодня приезжают все галеристы, все галереи украшать свои стенды. И тут очень много галерей. Тут в два раза больше галерей, чем на Космоску. Я немного сейчас в шоке, потому что это огромное пространство. И я иду сейчас получать беджи. Я получила беджи. Формирование стенда на деле – это очень, конечно, интересный, но очень муторный процесс, потому что все, что планировалось до этого, оно на месте, все просто забывается и все делается заново. Очень часто такое бывает. Немаловажно распределение произведения искусства на определенной высоте. Это очень важно для правильного восприятия. Даже от высоты произведения искусства зависит продажа. Потому что картина на той или иной высоте может влиять на вас по-разному. И вы можете даже принять решение разное, потому что оно психологически либо будет давить на вас, либо располагать к покупке. Потом колористические аспекты, по которым, ну, чисто эстетические, по которым надо вывесить правильно произведение искусства, но в то же время не нарушать общую задумку. Например, у вас выбран какой-нибудь один художник, то вам надо испределить произведение искусства либо тематически, либо в хронологическом порядке, что галеристы не очень любят. Но все равно аспект концепта имеет место быть. Далее, после всего этого, приходят участники команды ярмарки. Они ходят по галереям, чтобы галеристы и их ассистенты рассказывали о произведениях искусства, об их концепте, называть цены. Следующий немаловажный аспект — это цены. Цены на ярмарки могут варьироваться от 100 евро и до бесконечности. Это как решит галерист. Цены каждого произведения доступны на любой ярмарке. Вы можете подойти, посмотреть, ознакомиться с каталогом и ценовой политикой той или иной галереи. Некоторые галеристы предпочитают вешивать цены рядом с произведениями искусства, прямо на стенде. Другие галеристы не очень любят этот момент, потому что считают это достаточно пошлым. В нашей галерее мы решили все-таки повесить цены, и я заметила, что на ярмарке появляются красные точки. Может быть, кто-нибудь из вас был на ярмарках и видел такие подобные красные точки рядом с ценой. Это значит, что произведение продано. Некоторые галеристы предпочитают оставлять это произведение и показывать тем самым, что у него произведения искусства продаются достаточно быстро. А некоторые заменяют это произведение на другие. Если вы посещаете ярмарку в разные дни, вы можете увидеть, что произведения в каждой галерее меняются, у них вешиваются разные картины. То есть, если вы побывали вчера на ярмарке, это не значит, что завтра будут те же самые произведения искусства. Когда все укомплектовано, мы ждем открытия ярмарки. Открытие происходит не в первый день действия ярмарки. Я прошу заметить, что если даты проведения ярмарки стоят с 16-го, допустим, до 19-го, то вернисаж будет 15-го. То есть, я всем советую попадать лучше на вернисаж, если есть такая возможность. Потому что вы сможете увидеть день открытия торжественного ярмарки. Также увидеть большинство знаменитостей, если вам это так важно. И коллекционеров, которые приходят, это тоже всегда интересно. Но на Vienno Contemporary был сначала пресс-показ стандартный, когда приглашают прессу. Она обходит по всей ярмарке. И все галеристы рассказывают о своих стендах, если им нужно. А затем в 5 часов начинаются экскурсии для коллекционеров. Для галерей это основной день продаж. самых больших продаж, потому что коллекционеры это самый главный гость в эти дни у галереи. И не только в эти дни, вообще самый желанный гость. И поэтому на коллекционеров отводится достаточно много времени. В Vienno Contemporary это было с часа до 6. И с 6 уже приходили обычные смертные, обычные посетители. И открытие длилось с 6 до 11 лет. Записав это видео, я вдруг поняла, что я не записывала видео с открытия. Потому что я была очень снята, встречала гостей, рассказывала им концепт выставки. Каждый последующий день начинался с того, что команда Vienno Contemporary разносила по стендам у всех галерей подарки от спонсоров. Что немаловажно и очень приятно было. Также с расписаниями всех встреч и дискуссий, которые проходят в рамках этой ярмарки. А также приглашения на различные открытия. И тут был очень интересный момент. Нас пригласили на вернисаж одной из выставок, проходящих в Вене на тот момент. Мне она очень понравилась, потому что я впервые была на подобном плане выставках. Она называлась «Параллель». И заключалась она в том, что в 20-этажном здании на каждом этаже, в каждой комнате была отведена территория для презентации той или иной галереи, того или иного сообщества художников. То есть мы просто ходили по зданию и заглядывали в каждую комнату, где было очень странное зачастую искусство. И этого искусства было настолько много, что это просто нельзя было объять за один день. И как выяснилось позже, я поинтересовалась тем, сколько же обошлось это организаторам, чтобы снять все здание. И мне сказали, что такая практика существует. Заключается она в том, что это здание через несколько дней идет под снос. Замечательно. На этом мой рассказ о ярмарках подходит к концу. Надеюсь, что это видео было хотя бы чуть-чуть познавательным для вас. Может быть, вы открыли что-то новое для себя. Мне будет интересно узнать. Я буду рада, если вы поддержите меня лайком под этим видео. И напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Были ли вы раньше на каких-нибудь ярмарках и каких. Также вы можете предложить тему следующего видео, которую вы бы хотели увидеть у меня на канале. И на этом я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.